Здравствуйте! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию очередное интервью на темы, волнующие наших телезрителей. Мы в гостях у человека, которому традиционно поступает множество вопросов. Это Выборгский городской прокурор Олег Минаев. Здравствуйте, Олег Михайлович! Добрый день! Спасибо, что согласились встретиться с нами. Предлагаю сразу перейти к вопросу, который сегодня волнует практически всех без исключения. Как мы знаем, в городе и в районе прошел сильный снегопад. К сожалению, не везде удается отреагировать службам оперативно. Вы как-то отслеживаете эту ситуацию, держите ее под контролем? В настоящий момент Выборгской городской прокуратуры проводится проверка. В первую очередь, мы сейчас выясняем, с кем администрация района заключила договора на обслуживание, уборку автомобильных дорог, проездов, тротуаров. В настоящий момент документы пока еще не поступили, поскольку только начались рабочие будни. После установления того лица, с кем заключен контракт, уже будут приниматься меры к данной организации по поводу качества их работы. Как Вы считаете, насколько качественно или некачественно убирается? На сегодняшний день я как автомобилист также вижу, что дороги убираются пока некачественно, еще техники я не вижу достаточной. Поэтому в связи с этим я и поручил буквально 12 числа своим сотрудникам провести данную проверку. А вообще в прошлые годы, например, если вспомнить, то такие проверки Вами тоже проводились? Обязательно. Эти проверки у нас на постоянной основе. Мы проводили, и юридические лица неоднократно были привлечены на большие суммы к административной ответственности за некачественную уборку снегов. Точно так же, как и в холодные времена сосули, тоже отслеживаем данную ситуацию. Очень много к нам поступает жалоб от телезрителей на ненадлежащее состояние выборских дорог. Вот можете ли Вы также как-то повлиять на эту ситуацию? Надзор за содержанием автомобильных дорог у нас ведется на постоянной основе. Я могу Вам сказать, что за период 2014 года нами проводились чуть ли не еженедельные проверки по данному вопросу. Было выявлено, если быть точным, 291 нарушение федерального законодательства в данной сфере. Нами в суды было направлено 80 исковых заявлений об обязании привезти дороги в надлежащее состояние. Практически все, точнее из рассмотренных все исковые заявления наши были удовлетворены. Кроме того, нами направлено 10 представлений об устранении нарушений федерального законодательства. 7 лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Также 10 юридических лиц нами было привлечено к административной ответственности, которым были назначены штрафы свыше полутора миллионов рублей. Кроме того, по результатам проверок мы проверяли ряд дорог, которые были новые, отремонтированы и асфальтированы на территории Выборгского района и города. Нами были выявлены серьезные нарушения, по результатам которых было направлено постановление о возбуждении уголовных дел. Было возбуждено 5 уголовных дел за некачественные работы по ремонту автомобильных дорог. На настоящий момент уголовные дела находятся на рассмотрении в следственном отделе при УМВД по Выборгскому району. Казалось бы, такие существенные санкции и уголовные дела заводятся, и вот Вы сказали о том, что штрафы очень большие, но тем не менее лучше не становится, я так понимаю, да? Эффект есть. Я неоднократно принимаю граждан у себя здесь, даже слышу, что вот я не буду сейчас афишировать в отношении каких юридических лиц были возбуждены уголовные дела, но после возбуждения уже неоднократно слышал от граждан, что в последующем, где они дальше проводили свои работы, эти работы были очень качественно выполнены. Отрадно это слышать. Вот по мнению многих, по причине плохого состояния дорожного полотна зачастую происходит и ДТП. Вот взять, к примеру, недавнюю аварию в поселке Лисогорске, когда погибла 8-летняя девочка. Некоторые жители, сейчас это очень активно обсуждается в интернете, считают, что отчасти она была обусловлена и тем, что дорога в ненадлежащем состоянии. Вот как вы считаете, на самом ли деле могло произойти ДТП по этой причине? По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место в Лисогорске, сейчас возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса. В настоящий момент проводятся следственные действия, в ходе которых и будет установлено причины и условия, послужившие завершению данного ДТП. Поэтому я сейчас комментировать данный конкретный случай не буду, хотя могу подчеркнуть, что нами в декабре 2014 года проводилась проверка состояния автомобильной дороги регионального назначения Выборг-Святогорск. И в декабре нами было выявлено нарушение состояния автомобильной дороги как раз в этом месте, где произошло ДТП. Нами был в декабре направлен иск в суд об обязании установить освещение на данном участке и пешеходный тротуар. Иск, получается, был кому предъявлен? Сейчас я Вам скажу точно. Об обязании Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области устроить тротуары и установить стационарное освещение на автомобильной дороге. То есть, поскольку дорога региональная, поэтому в этот комитет не было... То есть, мы направили в Севларский городской суд свой иск Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области. Пока он не рассмотрен? Пока не рассмотрен. Как Вы считаете, можно ли... Сейчас, конечно, большинство осуждают водителя, что водитель виноват. Можно ли вот так однозначно сейчас судить? Или все-таки могли быть допущены какие-то нарушения и самим пешеходам? Пока ведется следствие, комментировать нельзя. Хотя каждый водитель, он является носителем какой-то ответственности. И он едет на машине. Есть правила дорожного движения, где конкретно прописаны все моменты. Плохая видимость, плохие погодные условия. То есть, он должен выбрать определенную скорость с учетом всех условий. Поэтому сейчас я однозначно не могу сказать. Это скажет уже следствие. Олег Михайлович, у нас есть и видео-вопросы. Я предлагаю Вам сейчас посмотреть первый из них. Вчера по телевидению как раз передали, почему у нас в России сейчас поднимаются цены спекулятивные. Вот нужно брать это, как Медведев говорил, комиссию создавать и штрафовать. Почему такое идет у нас? Безобразие. Пусть займет с прокуратурой этим делами. Это самое главное. Ну и так, что можно по этому поводу сказать? Прокуратура не осуществляет надзор за ценообразованием. За данным направлением следит у нас УФАС. Поэтому здесь мы не принимаем никаких мер со своей стороны, скажем так. Федеральная монопольная служба, они отслеживают. И здесь они уже принимают свои меры реагирования к недобросовестным. Если недобросовестные, скажем так, предприниматели незаконно увеличивают цену. То есть к вашей помощи они не прибегают самостоятельно? Нет. Здесь мы с УФАСом не работаем в этом направлении. Скажите, пожалуйста, ну вообще как часто вы, ваши коллеги, проводите проверки магазинов, ну вот скажем, на предмет реализации алкогольной продукции, да, насколько правильно она реализуется? Известно, что буквально накануне Нового года был случай, когда продали коньяк несовершеннолетним, и они, распив эту бутылку, отравились, и вот врачи чудом их спасли. В целом, по данному направлению проверками занимается у нас это АБЭП при УМВД по Выборгскому району. Но мы также, бывает, проводим совместные рейды с ними. В основном это если к нам поступают обращения граждан. Таких проверок у нас было четыре в 2014 году. Было выявлено, действительно, по заявлениям граждан, выявлены факты нарушений продажи алкогольной продукции. Также лица были привлечены, три лица, точнее, три лица привлечены уже к административной ответственности, а одно административное дело находится на рассмотрении. Может быть, там штрафы не очень велики, и поэтому позволяют себе продавцы? С одной стороны, это так. Штрафы не совсем... В основном же как привлекаем, то есть продавца, который... Не владельца, точнее. Не владельца. Владельцы, как правило, говорят, а мы-то что, у нас сертификаты имеются, а то, что она продала в не то время, либо не тому лицу, то это продала продавщица. И, соответственно, мы привлекаем только... Продавца. Да. А если речь идет о суррогатном алкоголе? Ну, здесь уже проводится проверка и привлекается, если будет доказано, что лицо знало, что это некачественная продукция, не имеющая сертификата, то здесь уже идет юридическое лицо, либо индивидуальный частный предприниматель. Давайте посмотрим наше следующее видео вопрос, а затем продолжим разговор. Напротив моего дома находится Луна. Ага. Как это? Центр называется? Развлекательный. Сколько я не обращалась и к начальнику служб участковых. К участковому я, к сожалению, попала, но намеревалась. Бесполезно. Летом вообще, вот у меня были гости летом, это было полное безобразие. Окна вообще не открыть. Целую ночь и убивали там, и стреляли там, и никто. Мне так негласно сказали, что это высокопоставленного какого-то нашего бизнесмена, что это бесполезно бороться. Вот этот главный вопрос. Олег Михайлович, ну не только эту женщину волнует в нашем городе ситуация с этим ночным клубом. Что вы можете по этому поводу сказать? За соблюдением общественного порядка у нас смотрит наша доблестная полиция. Поэтому здесь, если участковые, уполномоченные, недолжным образом исполняют свои служебные обязанности, то здесь, в принципе, они могут обратиться к руководству в МВД по Выборгскому району. Если действительно это вот злокачественное, точнее, не знаю, как сказать, место, которое действительно находится у нас в центре города, среди жилых домов, здесь нужно принимать уже, то есть гражданам обращаться к руководству в МВД, чтобы выставлялось либо больше нарядов, либо принимались какие-то меры. Вот как здесь женщина уже сказала, действительно, там был случай, когда рядом с Луной был избит гражданин, в последующем он скончался в больнице. Тогда мы вот жесткие меры принимали, там и наряды были, и, по-моему, даже сейчас точно не могу сказать, но, по-моему, даже было закрыто это заведение на какой-то промежуток времени. Не знаю, по каким причинам, но они были подвергнуты жесткой проверке со стороны контролирующих органов, были выявлены нарушения, они были закрыты. Но это уже, скажем так, если есть заведение, люди там отдыхают, но, выходя из заведения, понятно, что они могут себя по-разному вести. И здесь, если они нарушают общественный порядок, их должны привлекать уже сотрудники полиции, следить за соблюдением общественного порядка в этом месте. Вообще не только в этом месте, вообще по городу и району. В случае, если полиция не примет мир, то вот в этой ситуации могут... Если граждане обращались в полицию по конкретным фактам нарушения общественного порядка, если полиция не приняла никаких мер, здесь они имеют право обратиться за... Точнее, не за, а обратиться с обращением в прокуратуру по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками полиции. Ну, насколько нам известно, вы достаточно часто проверяете полицейских и привлекаете их к ответственности. И что касается вот этого избитого человека, о котором вы сказали, виновного все-таки удалось установить? По 111.4 нет, сейчас уголовное дело приостановлено. То есть виновного-то мы установили, но он сейчас находится в федеральном розыске. А вообще какого рода заявления от граждан принимает прокуратура? И вообще пожаловаться можно на нарушение в любой сфере? Или все-таки существуют какие-то ограничения? Органы прокуратуры принимают обращения, жалобы, заявления граждан, содержащие сведения о нарушениях законодательства должностными лицами органов, государственных органов, органов местного соуправления, контролирующих органов, а также на нарушение уголовно-процессуального законодательства. Это органами управления внутренних дел. Мы надзираем за ходом следствия, расследование уголовных дел, оперативно-розыскной деятельностью, порядком содержания ВВС. В основном это должны быть заявления, содержащие сведения о нарушении федерального законодательства должностными лицами данных органов. При этом к нам поступают различные обращения, даже не относящиеся к нашей компетенции, но мы все равно их принимаем и перенаправляем в соответствующие органы по компетенции. Если анонимно поступает какая-то жалоба или обращение какое-то, вы рассматриваете их тоже или обязательно должен человек назваться? Есть два момента. Согласно инструкции по делопроизводству в прокуратуре, если к нам поступает анонимное обращение, содержащее сведения о преступлениях, мы их направляем в органы, которые имеют право заниматься оперативно-розыскной деятельностью для использования данной информации в оперативной работе. Что касается анонимных обращений по телефонам, у нас есть горячие линии в прокуратуре. Это горячая линия, мы принимаем сведения о лицах, занимающихся распространением наркотических средств, также сведения о коррупционных проявлениях, ну и также сведения о незаконной игорной деятельности у нас в районе. Вот это у нас существуют три горячие линии в прокуратуре, где люди могут анонимно сообщить нам сведения, ну и соответственно эти сведения будут проверены нами. То есть в остальных случаях, как то, например, вот плохой участок дороги, о чем мы с вами уже говорили, должно быть заявление? Это заявление, соответствующие формы. Телефон горячей линии, он известен, 247-34, телефон нашей канцелярии. У нас есть журнал, где все эти телефонные сообщения регистрируются, и я отписываю тем или иным лицам, как совместно с правоохранительными органами, так и сами лично проверяем данную информацию. Наверняка львиную долю обращений, которые поступают в ваш адрес, составляют жалобы на некачественные услуги ЖКХ. Каким вообще должен быть алгоритм действий гражданина, чтобы наконец наступило это коммунальное счастье, и какую работу проводите вы после того, как такие обращения поступают? В первую очередь гражданин должен обратиться в управляющую компанию, либо в товарищество собственников жилья, но в зависимости, кто обслуживает данный дом. Если на его обращение не будут приняты должные меры, либо они вообще не будут приняты, либо некачественные, тогда он имеет право, в принципе, обратиться к нам. И тогда мы уже будем проводить проверку, как управляющая компания, либо товарищество собственников жилья сделали ремонт или что там, в зависимости от обращения, и уже будем принимать меры. Меры у нас различные, начиная от исковых заявлений, дисциплинарная ответственность, то есть по нашим представлениям, также административная ответственность, ну и если будут выявлены серьезные факты, подпадающие под признаки уголовного законодательства, то вплоть до возбуждения уголовных дел. Обращение, наверное, лучше делать в письменном виде, да, чтобы это все было зафиксировано? Если так, для цифр, я могу вам сказать, что в 2014 году нами выявлено 348 нарушений законодательства в данной сфере. По данным нарушениям 83 исковых заявления направлено в суд, все они удовлетворены, вот, 38 представлений по результатам рассмотрения части, уже 20 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 45 лиц у нас привлечено к административной ответственности, ну и вплоть до предостережения вносим. Уголовных дел не было в данной сфере, по крайней мере. Мы не выявляли такие факты для возбуждения уголовных дел в 2017 году. Как правило, коммунальщики после этого исправляют свои ошибки? Соответственно, да. То есть мы требуем полного исправления, то есть принятия мер по недопущению впредь и исправления то, что они не сделали. А сколько времени занимает проверка или максимально может занимать вот то, которое вы проводите? Опять же вернусь к инструкции. В течение 30 дней они должны рассмотреть наше представление и принять конкретные меры по их устранению. На очереди еще один видео вопрос, предлагаю его посмотреть. Я живу там, где у нас обелиск и где вот новый стадион. Ага. Представляете? И вот это вот не успели ворота поставить, и пришли ночью 9 часов 15 собак, 15, это вот на это зеленое покрытие, знаете, соседка мне с дома звонит, мы милиции звоним, что ну как это так? А говорит, а у нас нет закона их выгнать. Как-то можете вы помочь этой женщине и остальным горожанам с решением проблемы? Правила выгла собак и вообще содержание домашних животных, они установлены в правилах благоустройства. Контроль за соблюдением правил благоустройства осуществляет администрация. На сегодняшний день администрация района. Поэтому по данному вопросу это нужно женщине обращаться в администрацию района. То есть получается, что полиция на самом деле также не может принять никаких... Нет, контроль осуществляет за исполнением правил благоустройства администрации района. То есть, видимо, если налагать какие-то штрафы, то может специальная административная комиссия, да, администрация? Есть административная ответственность по данному факту, которую также администрация района может применить, если выявит, кто это. Застанет в момент совершения правонарушения. Наш телезритель Иван Алексеевич утверждает, что его безо всяких на то причину уволили с работы. Как сделать так, чтобы справедливость восторжествовала? Телезрители восстановили на работе, компенсировали ему вынужденный простой и привлекли должностных лиц к ответственности. Есть ли подобные случаи в вашей практике? Естественно, он имеет право обратиться в суд. Напрямую? Да, напрямую. Мы также рассматриваем в интересах граждан такие заявления. Мы имеем право как незаконное увольнение, невыплата заработной платы. Здесь мы помимо исков также привлекаем за невыплату заработной платы к административной ответственности, вплоть до отстранения от должности. Таких у нас за прошлый год было три руководителя предприятия, отстранены по решению суда по нашим представлениям. И люди восстановлены были? Вот что касается восстановления на работе, здесь вопрос очень сложный. Я вам честно скажу, что если люди сами писали заявление об увольнении по собственному желанию, суд... Я, ну скажем так, не было в прошлом году, такие случаи были, но суд не восстанавливал на работе. Вероятно, это сложно доказать, что человек обомудил. Да, доказать очень сложно. Если вас, скажем так, заставляют уволиться, вот лучше сразу же прийти и написать заявление в прокуратуру, что принуждают человека уволиться. И мы проведем проверки, уже примем меры реагирования к данному работодателю. Но, по крайней мере, человек останется на своем рабочем месте. Было много заявлений у нас, когда люди говорили, что их вынуждают, то есть не сокращая рабочие места, вынуждают уволиться. Здесь мы проводили проверку, принимали меры реагирования, привлекали работодателя к ответственности. В принципе, люди оставались работать, то есть в дальнейшем, конечно, в связи с материальным положением организации, они проводили сокращение рабочих мест, ну и в соответствии просто выплачивали гражданам гораздо большую компенсацию, нежели увольнение по собственному желанию. Жители 200 квартир дома номер 9 на улице Большой Черноземной столкнулись со следующей проблемой. Уже полтора года они не платят за электроэнергию, не потому что не хотят, а потому что им не присылают квитанции на оплату. По словам выборцев, ни одна ресурсоснабжающая организация не ставит их дом на баланс. Понятно, что за это время накопился существенный долг, людей интересует, могут ли они его не оплачивать, поскольку накопился он не по их вине. Жалоб, заявлений от граждан этого дома нам не поступало. Но здесь опять же хочу отметить, что на баланс у нас никто никого сейчас не ставит. Если, я так понимаю, это новые дома, то здесь граждане, точнее собственники квартир данного дома, в первую очередь должны собрать собрание собственников жилья. Провести, выбрать форму управления данным домом, это либо они хотят, чтобы обслуживал их дом управляющая компания по ЖКХ, либо создать свое ТСЖ, либо войти в какое-то уже существующее ТСЖ. И здесь уже с ними заключит договор, точнее с ресурсоснабжающими организациями, заключит та организация, которую они выбрали. Если они не выбрали еще, не могут определиться, скажем так, с выбором той организации, обслуживающих дом, то в принципе они могут на этом собрании создать совет дома, если они не определились с организацией. И уже на совете они выбирают определенное лицо, которое от имени собственников жилья может с каждой ресурсоснабжающей организации заключить договор. За них это никто делать не будет. Я знаю ряд случаев, и в том числе вот Святогорск, там один дом, не знаю по какой причине, не мог. То есть у них была сначала управляющая компания, потом они отказались с ними заключать договор, и не создали ни ТСЖ, и долгое время, и у них действительно никто не убирал. Они вообще не могли собрать даже собрание. Пока вот действительно дом не стал затопляем, подвалы затопило, лестничные площадки там превратились непонятно что. Только после этого они все-таки определились и опять заключили договор с управляющей организацией. Кроме них, если нету договора, они не выбрали порядок управления домом. Олег Михайлович, у нас есть еще одно видеообращение, я бы его так назвала. Давайте посмотрим. Вы, конечно, не касались прокуратуры, сказать ничего. Живи честно. Как мы видим, есть и законопослушные выборцы, с которых, мне кажется, многим следовало бы взять пример. А как вообще вы считаете, становятся ли жители нашего города и района сознательнее, может быть, совершают они меньше преступлений и правонарушений? Я считаю, что становятся. Допустим, если подойти к цифрам, то на 398 преступлений зарегистрировано в 2014 году меньше, чем в 2013. Дай Бог, мы работаем плодотворно. Все правоохранительные органы, могу отметить, работают не покладая рук. В принципе, считаю, что Выборгский район довольно-таки в правовом поле идет впереди Ленинградской области. Это отрадно. Спасибо вам, Олег Михайлович, за то, что нашли возможность встретиться сегодня с нами. Я напомню на ваши вопросы. Сегодня отвечал Выборгский городской прокурор Олег Минаев. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.